Они пришли на встречу с надеждой изменить жизнь к лучшему. Жители сельского поселения Сургут на минувшей неделе встретились с главой муниципального района Сергеевский Алексеем Веселовым. Такие встречи стали доброй традицией. Ежегодно глава муниципалитета выезжает к жителям поселения района с целью выработки решений по наболевшим вопросам. Так и в этот раз встреча проходила в местном Доме культуры. Свободных мест в зале практически не было. С самого начала граждане проявили себя довольно активно. На встрече присутствовала и депутат Самарской губернской думы 5-го созыва Андрей Кислов. Он принял участие в обсуждении самых актуальных проблем территории. Вся встреча проходила в режиме диалога. Первый прозвучавший вопрос относился не только к Сургуту, а ко всему району. Обеспокоены граждане состоянием реки Сок. Сок у нас милеет с каждым годом, если вы, конечно, по поездку. А через пять он будет по колене. Спасибо. Из слов жителей, река милеет, что вызывает опасения за деятельность системы водоснабжения. Есть такая программа очистки русла малых рек. По ней уже велись работы по расчистке реки Сок в сервисском районе вблизи села Боровка. По словам главы района, проектные решения есть. И как эта программа вновь заработает, обязательно расчистку продолжат. Нам очень крупно повезло, что мы попали в этот проект и две плотины были построены. С учетом, о чем вы сейчас говорите, реки, то, что она милеет, мы могли остаться вообще без воды. 35 тысяч населения. Весь сервис, Сургут, Суходол и Сирновод. Вот только благодаря этим двум плотинам и вот этой реконструкции мы сейчас с водой. Это объективно нужно признать. Планы было по реке Сургут в связи с обеспечением птицепаблики водой. Проектные решения тоже есть, но пока варианты рассматриваются несколько лет. Галина Владимировна Мельникова, пенсионерка, подняла вопрос о ветхом аварийном жилье. Дело в том, что она проживает в бывшем общежитии сельхозтехники по улице Победа. Оно было построено еще в 44-м году. Деревянное строение, в котором постоянно проблемы с электричеством, с водой и теплом. Это одно из самых старых зданий Сургута. Глава района отметил, что процент ветхого жилья в районе действительно один из самых. высоких по области, однако многое уже сделано для улучшения ситуации. Благодаря областным программам более 500 семей муниципалитета переехали из бараков в новые дома и квартиры. И для того, чтобы дом вошел в программные мероприятия, необходимо выполнение ряда условий. Поэтому Алексей Веселов порекомендовал обратиться гражданам в жилищный отдел районной администрации, где им дадут подробные рекомендации по дальнейшим действиям. В любом случае ситуация с этим домом теперь на особом контроле у руководства муниципалитета. Прозвучали на встрече и благодарности. Надежда Ивановна Сычук поблагодарила Алексея Веселова за помощь в установке детской площадки на улице Солнечной, которая уже завершена и функционирует. Но теперь встает вопрос благоустройства еще двух, которые в настоящее время в процессе. Здесь было дано обещание рассмотреть возможные варианты. Работник коммунальной компании поселения акцентировал внимание на двух действующих в Сургуте котельных, КПД которых уже менее 50%. Эта проблема хорошо знакома в районе. Подготовлена и отправлена необходимая документация в область. Однако жители все же опасаются за скорейшее разрешение своего вопроса, ведь зима уже не за горами. Через месяц наступает отопительный сезон, а они подают тепло в жилфонд и два садика. Следом подняли вопрос по детскому саду-теремок сельского поселения Сургут, который находится в аварийном состоянии. В этом году там воспитываются 142 ребенка. Еще две ясельных. В одной ясельной, где дети спят, и у них есть где спальное место, а вторая ясельная, там нет спального места. Хотелось бы тоже оборудовать. Алексей Веселов пояснил, что на сегодняшний день Сургутский детский сад в числе первых дошкольных образовательных учреждений района, которые будут отремонтированы по мере поступления денег из областного бюджета. Стоит отметить, что специалисты муниципалитета уже разработали проектно-сметную документацию на ремонт этого объекта. Поддержали все присутствующие на встрече и тему благоустройства. В частности, обустройство парка как место для всеобщего отдыха, проведение различных мероприятий. Сургут – это единственное поселение, где нет своей площади. Решили рассмотреть предложенный гражданами вариант места для парка. Это близ местной школы. Подготовить проект и разработать пути его реализации. Ряд вопросов прозвучало от граждан по поводу дорог. Просили разбить тротуары и сделать отсыпку проулков. Алексей Веселов напомнил, что ремонт дорог в каждом поселении идет ежегодно в соответствии с приоритетами, определенными самими сельчанами на сходах в рамках средств, имеющихся в дорожных фондах. Кроме того, существует возможность привлечения средств через участие в областных программах, направленных на модернизацию дорог. Так было в 2015 году, когда в Сургуте новый асфальт положили на восьми улицах. На сегодняшний день у районных властей также есть планы по комплексному ремонту дорожного покрытия одного из микрорайонов поселка, в состав которого входят улицы Калинина, Новая и Полевая. Не могли не затронуть на встрече и тему предстоящих выборов – Государственную губернскую думы. Здесь глава района призвал жителей быть активными в построении всеобщего будущего. Ну а в целом, отметили жители, диалог с главой района оказался насыщенным, открытым и позволил им обрести надежду на скорейшее разрешение проблем. Многие вопросы были подняты своевременно, я надеюсь, будут разрешены. Наше начальство было открыто для общения, это радует. Поэтому все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok